Молодец, молодец. Вот такими ребятами, конечно, стоит гордиться. Герой, на мой взгляд. Совершенно верно. Переплачивать за бензин не стоит, в этом убедились активисты-экологи. Они отправились на столичный АЗС, чтобы проверить качество 95-го. Топливо с присадками, которые стоят дороже обычного, на самом деле оказалось хуже, представляешь? Ну а что на самом деле нам заливают в бак? Вообще, что нам заливают, выяснила Елена Федотова. Полный бак бензина чуть было не убил ее шустрый автомобиль, уверяет Валерия Бекетеева. После заправки дорогого авто недешевым топливом девушка едва дотянула до сервиса. Бак 95-го обошелся Валерии в 20 тысяч рублей. Еду, минут 15 проходит, чувствую, машина перестает тянуть, динамики нет. И кое-как дотянул до Москвы, сразу в автосервис. Ну вот, я здесь и плачу за ремонт. Следствия разобрали топливную систему. По словам мастеров, скорее всего, в дешевый низкооктановый бензин добавили присадки, которые английский автомобиль переварить не смог. Механики советуют, после заправки не спешите включать музыку, послушайте, как звучит двигатель. Задергалась, потеряла мощность, засветилась предупреждениями о неисправности. Стоп, машина. Дальше дешевле передвигаться на эвакуаторе. Мы обошлись только упражнением бака, соответственно, заменой топливного фильтра, помывкой инжектора и заменой свечей. Последствия могли бы быть гораздо печальнее, вплоть до капитального ремонта двигателя. Вот он показывает 90 единиц, при том, что бензин у нас должен быть 95-й, а рекомендованное отклонение не больше двух единиц. Выявить нечистых на бензин заправщиков решили активисты экологического движения. С анализатором в руках любой автомобилист может почувствовать себя лаборантом. Прибор определяет октановое число топлива. Эта сетевая АЗС проверку не прошла. Вместо 95-го здесь продают 90-й. На второй заправке отклонение октанового числа в пределах нормы. По данным Роспотребнадзора города Москвы, эта заправка была в списке неблагоприятной. Но стоит отметить, что бензин у нее даже лучше, чем на сетевой. На пяти заправках, где мы побывали, купленный бензин на поверку оказывался 91-м, 92-м, 93-м, но никак не 95-м. Если у вас нет под рукой специального прибора, а есть обычный белый листок бумаги, то с помощью него тоже можно проверить качество бензина. Пахните аккуратно на листок. И посмотрите, что произойдет с этим пятном. Если оно полностью испарится, то значит бензин качественный. Но если пятно приобрел какой-то странный цветной оттенок, значит, возможно, в топливе есть примеси. И может быть, таким бензином лучше не заправляться? Лить или не лить? Многие столичные водители признаются, неизвестные заправки объезжают стороной. Я вот в основном пользуюсь на серьезных заправках, где действительно марка держится. Если вы уверены в качестве топлива, только такие заправки выбираете? Да. Она сомнительная? Нет. Не хотите рисковать? Не хочу рисковать. Автоюристы советуют, если есть подозрение, что топливо некачественное, ищите свидетелей, которые подтвердят, что именно после этой заправки машина забарахлила. Шансов выиграть суд с АЗС гораздо больше, если будет результат независимой экспертизы. Если с автомобилем уже что-то случилось, то здесь, конечно, можно вести речь о компенсации ущерба. Это промывка топливной системы, если необходимый ремонт. Если ничего не произошло, то можно, опять же, требовать компенсации просто промывки системы. Если человек думает, что, ну, в принципе, ничего, я немножечко проеду, да, бензин плохой залил не так много, залью хороший, то можно потребовать уменьшения покупной цены. Это все прописано в правилах законе о защите прав потребителей. Чтобы не стать жертвой бензинового обмана, эксперты советуют выбирать брендовые заправки, сохранять чеки на топливо или ходить пешком. Елена Федотова, Владимир Игнатьев, Александр Стороженко и Елена Жигулина. Москва, 24.